Всем привет! Сегодня я покажу вам, как сделать вот такие цветные волосы в домашних условиях. Все пошагово объясню, покажу, если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, сейчас мы непосредственно приступаем к окрашиванию. У меня сегодня будут две краски. Краски эти я покупала в Таиланде. Стоили они всего, кстати, сотку. Сейчас я думаю, за такие деньги вообще сложно будет что-то купить. В общем, я сегодня буду брать розовый цвет и фиолетовый. Красители запросто можно заменить тоником, купить розовый и фиолетовый тоник. Только держаться, наверное, будет чуть меньше и не так ярко будет смотреться. И, кстати, спасибо всем, кто комментировал мое прошлое видео и советовал мне какой-либо цвет. Я решила взять розовый и фиолетовый, потому что я решила придумать новое окрашивание. Такого еще у меня не было. Думаю, эти цвета будут классно сочетаться друг с другом. Я буду брать прядь, красить ее в розовый, затем буду красить фиолетовый, затем опять в розовый. Посмотрим, что у меня получится. Может, оно все сольется и будет о чем-то красиво играть и смотреться. А может, будут такие четкие красивые пряди. Я еще сама не знаю, даже ни разу не видела ни у кого такое окрашивание. И прежде чем начать краситься, я всегда одеваю черную футболку, потому что ее достаточно будет лишь раз постирать, если это не осветляющая краска. И прежде чем начать краситься, я обязательно обкладываю весь пол чем-нибудь темным, что не жалко. Либо вещи, на которых не будет видны пятна. В данном случае у меня тут сейчас лежат темные спальники, на которых, в принципе, краска эта не будет заметна. И сегодня я не приобрела никакие заранее перчатки, так что я уже смирилась с тем, что руки у меня будут цветные несколько дней. Но бывает, не раз у меня такое было. Сейчас я просто беспощадно буду наносить краску прям руками, не кисточкой. Так будет удобнее. Так мне бы микрофон тут не замарать. Нужно, думаю, расчесать волосы. Сегодня вообще проснулась, такие волосы были запутанные, что я их давно не расчесывала хорошенечко. С челкой еще, конечно, не решила, как именно мне ее покрасить. Челка это что-то особенное, она прям у лица. И тут точно нужно что-то прикольненькое будет сделать. Разделю волосы пополам. Четенько. Еще я купила специально для этого фольгу, а потом подумала, в принципе, цвета эти очень так близко друг с другом похожи. Что смысл мне их фольгой оборачивать, даже если они немного перемешаются, будут неплохо смотреться. Передние пряди я, наверное, сейчас уберу, чтобы они мне не мешались. Назад их просто перекину. Вообще волосы уже так сильно выросли, уже даже не знаю, как их красить, уже давно так не красилась. Так, возьму вот такую прядь и начну ее розовой красить. Розовую прям рукой беру, все свои. О, она такая яркая вообще. Я ее в чистом виде первый раз использую. Я ее обычно смешивала с чем-нибудь. Ого. Теперь главное все прокрасить хорошенечко. Вообще забавно, интересно, что получится. Мои руки уже покрасились. Что я из зеркала не взяла, сейчас просто в экранчик камеры смотрю и крашусь. Ну, у меня тут есть зеркало, но оно далеко. Так, одна прядь готова. Теперь нужно взять с этой стороны примерно такую же прядь и примерно так же ее покрасить. Чтобы было все симметрично. Красиво. Теперь беру краску рукой и мажу. Она такая яркая. Я долго думала, какой цвет же взять, но все-таки остановилась на своих самых любимых. Так, дальше нужно сделать фиолетовые пряди. Я думаю вытереть руки от розовой краски. Так, и сейчас буду брать фиолетовую красочку. Отделю пряди. Сильно толстые нам не нужны. Так, вот эти сейчас сделаю фиолетовыми. Главное в такие моменты не забыть включить камеру. Потому что возвращаться назад уже будет поздно. Все будет уже намазано краской. Надеюсь, будет не слишком темно. Слишком темно я не хочу. Приравниваю к этой пряди. Смотрю уровень, чтобы был одинаковый. Немножечко так вот делаю. Растушевываю краску. Нужно обязательно посмотреть, что все прокрасилось. Так, фиолетовая прядь готова. Сейчас сделаем с этой стороны такую же. Пять раз таким форматом снимаю. Обычно я просто озвучивала. Сейчас прям разговариваю. Онлайн-трансляция прям идет. Делюсь впечатлениями. Мне кажется, такой формат более интересный. Более новый для меня. Мне интереснее его снимать. Так, руки у меня превращаются в свеклу. Сейчас я их вытру, чтобы опять взять розовый. Классно, конечно. Но это, по-моему, вообще не отмоется теперь. Мне еще сегодня другое видео снимать. Там я буду оправдываться, почему у меня такие свекольные руки. Что у нас тут осталось? Это будет розовая. Сильно тонкие тоже брать не хочу. Чтобы оно все не смешалось. Чтобы было видно, что у меня тут погодиами все. Там будут розовые. Думаю, вот эти кончики я сделаю фиолетовыми. А вот это все сделаю розовым. У лица нужно особенно постараться. Потому что тут все это будет видно. Ну и сейчас самый ответственный момент. Нужно покрасить челку. Я немного зайду чуть выше, чтобы у меня был градиент такой небольшой. Не просто прямо, а немного лесенка такая. Чтобы была. Ну вот окрашивание мое готово. Сейчас должно пройти полчаса. Я помою волосы с шампунем и с бальзамом. И вернусь к вам уже в готовом виде с высушенными волосами. И покажу вам результат. Ну и вот, что у меня получилось. Получилось, конечно, очень-очень ярко. Прям ядовито ярко розовый цвет. Немного освещения тут искажает. Но очень-очень-очень ярко получилось. Руки у меня теперь вот такие. И они такие будут до завтра. В принципе, результат меня устраивает. Только тут немножечко нужно было сделать переходик побольше. Но это я могу сделать при следующем мытье волос. Просто нанести сюда немного красочки и исправить этот маленький косячок. Так что вот, что у меня получилось. Переходов особо не видно. Но видно, что цвет необычный и какой-то двойной. Напишите, как вам этот цвет. Понравился он вам или нет. И на этом все. Всем пока!